Точных цифр пока что нет, их предстоит ощутить каждому украинцу на собственном кармане. Но когда вот сейчас, сегодня, вот уже эмоции подутивны, Хорошо, тогда у меня сразу вопрос уточнили, а какими цифрами вы оперировали предыдущие два месяца? Как минимум 32 миллиарда гривен, которые поступались от украинских предприятий, которые вынужденно находились на той территории временно оккупирования. Я вам подсказочку вот на стену вывел. РБК Украина со ссылкой на источники в администрации президента и в Кабмине подсчитали, сегодня выдали цифру от 35 до 70 миллиардов гривен. Вполне возможно, вполне возможно. Но самое главное, я хочу сейчас спокойно, без эмоций, ввиду того, что появилась возможность подвести предварительный анализ, все-таки определиться с понятиями. Решение РНБО это очень болезненный, очень трудный, но необходимый шаг. И этот шаг РНБО сделала как реакцию на последствия псевдоблокады. Друзья, я называю именно псевдоблокадой те действия, которые осуществлялись на протяжении двух месяцев. Почему? Потому что блокировался легальный украинский энергетический рынок и легальная украинская металлургия. В то же время и параллельно, и одновременно контрабанда и те потоки, которые шли через серую зону, они не останавливаются. Максим, хорошо, скажите, украинская металлургия и украинский вообще легальный рынок, они не почувствуют на себе решение РНБО новой блокады? В том-то все и произошло, что я всегда разделял блокадников и организаторов блокады, те, которые воспользовались эмоциями и патриотическими чувствами людей и настроениями в обществе и очень умело ими манипулировали. И в результате действий этих организаторов блокады произошли как минимум два последствия. Первое последствие. Они создали условия, эти организаторы для блокады, создали условия для боевиков и террористов захватить украинские предприятия, которые там работали. Раз. Они создали условия для Москвы и боевиков обвинять сегодня официальный Киев в срыве Минских соглашений и создании предпосылок для гуманитарной катастрофы. После того, когда украинские предприятия оказались в руках боевиков, в руках террористов... Максим, но вы прекрасно понимаете, что Россия использует любой повод. Решение СНБУ тоже использовали и говорят о том, что мы отрезаем от себя территории. И именно после того, когда украинские предприятия оказались в руках боевиков, в руках террористов, вести с ними экономические отношения, это будет означать финансировать терроризм. И после этого Украина может забыть о всех исках в ГАГе, во всех международных инстанциях и такого не будет. Это абсурд. Самое время. Спасибо, Максим.